Всем привет! Сегодня мы заклянем мою косметичку, которую я брала с собой в Америку. Брала я немного, так как знала, что буду покупать там много всего. И захочется пользоваться, конечно же, новым. Взяла я с собой вот такую мятную косметичку из Forever 21, которую я покупала в Пене осенью. Итак, первое, что я покажу, это я взяла себе вот такой вот аромат от Jo Malo Blue Agava и Какао. Не самый весенний аромат, но пока я не приобрела себе что-нибудь такое свеженькое, взяла его. Тональную основу я взяла себе вот такую, это Giorgio Armani Maestro, у меня в оттенке 3. Опять-таки, ну, не самая лучшая тональная основа для того, чтобы брать с собой, все-таки стекло. Но у меня сейчас какой-то особо другой нет, и тональная основа все-таки очень-очень хорошая. Из теней я взяла себе вот такую вот палетку Tini от MAC, которую я собрала сама из моей большой палетки. Здесь мои самые любимые цвета, это MAC Brulet, Just, Kit и Hope. В принципе, все названия я напишу внизу. Очень нейтральные, можно сделать, в принципе, любой макияж. Итак, далее это хайлайтер Shisee The Darny Set. Я знала, что не буду покупать там синий какой-то хайлайтер, потому что, ну, редко встречаются вот такие хайлайтеры, очень нейтральные, потому что все они обычно такими прям блестками. А вот Shisee, видите, Shisee The Darny Set, он дает просто такое свечение, и это именно то, что мне нужно, без всяких блесток. Далее я как-то у себя нашла в закромах вот такую вот прекрасную штуку от Chanel. Это лимитированная коллекция, по-моему, прошлого, нет, позапрошлого лета вру, но каждый лет выходит нечто подобное, и этим летом тоже. Вот такой вот матрасик от Chanel. Здесь, собственно, у нас бронзер и румяна. Очень удобно, все вместе, можно смешивать, можно по отдельности. Бронзер, конечно, этот не самый лучший для скульптурирования. Он скорее как бронзатор такой, но можно, можно и проскульптурировать, особенно если брать темный оттенок. Надоела мне моя хула, поэтому сходила что-то новое, и вот этот матрасик был очень кстати, так что, да, большое зеркало, хорошая кисточка, так что. Вот, в принципе, присмотритесь к таким вот матрасикам от Chanel каждое лето. Далее я, конечно же, не могла не взять мою любимую пару. Под глаза у меня все-таки синяки, поэтому без этого не могу. Это Benefit, Ola Light, это хайлайтер под глаза и консилер под глаза, Bobby Brown, Tinted Eye Bratner, в оттенке у меня Biscuit 3. Собственно, без этого жить я не могу, поэтому должны были поехать со мной. Для тени я взяла себе вот такую вот базу, MAC Paint Pot Painterly. Лучшая база, ничего лучше я как бы не нашла. Тяжелая упаковка, конечно, стекло, но ладно, придется идти на жертвы. Далее для губ я себе взяла вот такой вот Lucas Balsam, который прекрасно устанавливает губы в экстренных случаях, если прям будет какой-то ужас, так как в Америке, особенно в Нью-Йорке, очень ветрено и пригодится. Все-таки еще другой, все-таки еще не лето и прохладненько. Далее я взяла себе вот такую глиническую помаду Purse Bees, это с ягодами Асай. Ну, обычная такая, не знаю, глиническая помада, ничего особенного, просто чтобы кинуть в карманы, всегда можно полувлажниться. Заканчиваю с губами, еще два вот таких вот продукта, это Dior Lip Maximizer, все вдруг резко начали любить эту серию от Dior, я же давно горячо и нежно очень люблю. Собственно, блеск, который хорошо и как-то питает губы, и также, ну, нейтральный прозрачный блеск, он всегда пригодится. Ну и вот такая вот помада, которая хоть какой-то имеет свет, вот такой вот холодный розовый, как я люблю, он мне очень-очень идет, поэтому взяла его, достаточно нейтрально, всегда и все вдруг мне подойдет. Это Roman Holiday от Nars. Еще я взяла себе вот такой вот черный карандаш от Dior, честно говоря, подводить глаза карандашами я не умею. Всем это проще всего, а мне это сложнее всего, вот такой, ой, сломался карандаш, ну ладно, в общем, заточим его, не проблема. Но подвести, может быть, водную линию или же у самих роста ресниц карандашом можно, в принципе, ой, каким-то, кисточкой, можно, в принципе, подвести всегда, как-то помочь себе, так что ничего. Тем более моя гелевая подводка умерла, засохла, поэтому нужно было как-то выкручиваться. Итак, взяла себе вот такую миниатюру тушь от Chanel, Le Volume de Chanel, собственно, миниатюра прекрасно подойдет для путешествия, тем более я знаю, что эта тушь очень даже хорошая. И далее я взяла себе вот такой вот прозрачный гель для бровей от MAC, так как я не оформляю свои брови какими-то карандашами, тенями, мне это просто не нужно, они мне и так достаточно яркие, но закрепить прозрачным гелем всегда рада. Так, что я брала для нанесения? Первое это Beauty Blender для нанесения консилера и, может быть, там, не знаю, чего-нибудь еще. Тональные основы, собственно, тоже, хотя эту тональную основу я обычно не наношу просто руками. Далее я взяла себе вот такую кисточку от Japanes, пушистенькую, которую можно наносить и бронзер, и румяный, и коллайтер, в принципе, и все, что угодно абсолютно можно ей нанести. Далее это вот такая вот пушистенькая кисточка, которую я очень нежно люблю, это MAC 224. Далее вот такая вот плоская MAC 233. Моя любимейшая пара от Laura Mercier, которую я беру всегда и сую, я, наверное, вам уже досталась со своими листями, они мне всегда одинаковые. Это действительно мои фавориты, я могу всем их порекомендовать. Далее MAC 266, кожаная для подводки, и также я на всякий случай взяла вот такую вот кисточку от Crayolan Professional для губ, вдруг какую-нибудь яркую помаду приобрету, и тогда, собственно, она бы мне пригодилась. Собственно, это все. Моя косметичка пустая, там осталось только грифель от сломанного карандаша. Из ухода я тоже взяла очень-очень мало, только миниатюру умывалки от Cloran с клопком, которая, кстати, очень классная и всем рекомендую. И также я себе специально вытревала такую панночку, отложила мой крем от Poyot, который вы могли видеть в моей косметичной путешествии в Вену. Это все, что я взяла, не брала никакие там шампуни, что-то в этом роде, так как все, можно купить там, что-нибудь можно, а все равно это будет куплено. Поэтому смысл брать много всего я не видела и тащить потом свои банки за собой, которыми потом не захочется пользоваться, так как захочется пользоваться чем-то новым. В общем, ладно, заканчиваю я тараторить. Надеюсь, что вам понравилось это видео, оно было для вас информатично. Напишите, что вы всегда берете в свое путешествие то, без чего вы не можете поехать. Желаю вам хорошего настроения, конечно же, больше путешествий, чаще покупайте косметички в путешествии. Всем спасибо за внимание и пока! Субтитры сделал DimaTorzok